Всем привет-привет! Начинаем новый влог. Сегодня у нас вербное воскресенье, 17 апреля. Через неделю у нас Пасха. И я сейчас буду пробовать, тестировать свою новую плиту и печь на ней Пасхи. Пасхи, естественно, по ПВ-варианте. Я уже делала как-то в прошлом и позапрошлом. Мне очень понравилось. Буду делать вот по таким рецептам. Нашла, кстати, неплохой канал, так как я сейчас на Яндекс.Зен бываю чаще, чем на Ютубе. Называется Рецепты Лайт. И здесь много классных рецептов именно для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Первый буду делать вот такой. Вот они, в принципе, похожи по рецептам. В первое идет яблочное пюре, а во второе идет кефир. А так, в принципе, они похожи. Знаете, как девочка красиво украсила Пасху. Да, кулич, Господи. Почему я пасхальный безрыжевой ПП, кулич на кефире. Быстрый рецепт. Вот. Второй буду вот такой вот делать. Буду делать два варианта рецептов. Взяла курагу, взяла, изюма немножко, разрыхлитель, яйца. Вот вместо яблочного пюре не нашла бы что-то яблочного пюре. Вернее, цена на него просто какая-то космическая стала. Нашла бы такой детская пюре яблоко-тыква. Будет небольшим тыквенным привкусом Пасха. Также нужно три варианта муки, по крайней мере, в рецепте. Овсяная тут у меня осталась капелюшка овсяная. Рисовая и кукурузная. Вот так же взяла кефир. Ну и сейчас буду приступать. Наверное, сначала сделаю вариант с пюре яблочным якобы. Ну, у меня яблочный тыквенный. А второй взяла вариант с кефиром. Так, отделила белки от желтков. К желткам добавляем сахарозаменитель. Сюда ещё можно ванилин, но ванилина у меня нету, блин. И пюре добавляем сюда. Тут его надо, конечно, поменьше, но я добавлю всю пачку. Здесь у меня 125 грамм. Практически в два раза больше, чем в рецепте. Но у меня будет валяться оно, поэтому не вижу смысла оставлять половину пачки. Всё, смешиваем это хорошо. Тут ко мне страдающая Ася пришла. Ася, что ты страдаешь, а? Хоры страдать. Да, хватит страдать. Эх, ты моя девочка бедная. Да когда что, уже перестанешь страдать. Всё. Теперь это смешиваем. Я уже включила духовку. Нагревать, не знаю пока на какой режим поставить. Ставила, вот уже начала нагреваться. Вот, сейчас я забью белки, добавлю щепотку соли и забью до пушистой пены. И также просею отдельно муку. Так, всё муку просила, смешала с желтками и яблочным пюре. Взбила белки. У меня, конечно, не такая густая пена получилась, как хотелось бы. Но, в общем-то, нормально. Вот, и отложила сухофрукты сушиться на салфеточку. Сейчас я мелко порежу курагу ещё и обваляю всё это в муке, чтобы они не упали на дно формы. Вот, и потихонечку сейчас буду всё это смешивать. Так, вот что у меня получилось из первого теста. Думала, получится хотя бы две пасочки, но нет, получилось одна и половинка второй. Ну, ладно, будет такая невысокая маленькая пасочка. И начинаю делать паску с кефиром. Также точно разделила желтки от белков. Белки уже сюда положила. Тёплый кефир наливаю к желткам. Затем масло. Ну, в рецепте сливочное я добавлю кокосовое. Также сюда добавляем ванилин и подсластитель. Ванилин у меня нет, так что подсластитель только добавила. Также просеиваем муку. Но здесь больше рисовой муки, чем всех остальных. Не как в той паске всех на равной. И вбиваем белки до пены. Так, вот, и со второй паски у меня получилось... Ой, со второго теста у меня получилось тоже два кулича. Я уже первые поставила. Вот они стоят, красавчики. И ставлю вторые, так одну руку. Так, пока у меня паски пекут. Это она сама не знает, с чего хочешь. Она явно сбилась с путь. Смотрю сериал, посочись в мою дверь. Так, буду делать ещё. Куриные сердечки. Никогда не делает. Но так захотелось, что-то нашла рецепт. Отнулась на него в контакт случайно. И решила поприготовить. Значит, у меня есть куриные сердечки, вот такие благояр. Затем нужно кукурузный крахмал, сметану, сырок плавленый, чеснок и зелень. Вот, что-то я разделаю сердечки. Отрежу от них лишний жир. Всё-какое ненужное. Буду их обжаривать. Поставлю масло. Обжариваться. И, кстати, сегодня ещё будет грибной супчик на обед. Вот грибы я уже замочила, слила. Это лесные грибы. В упаковке продаются сушёные. Я их размочила, вот такие они коричневые. Если варить их сейчас в бульоне, то бульон будет очень тёмный. Поэтому я варю их отдельно. Теперь я их порезала мелко. Они у меня настекают. Пока же тут свои очереди. Кстати, я достала первую партию пасочек. Они уже пропеклись. Такие выглядят румяные. Симпатичные. Единственное, они потрескались почему-то у меня. И эти вторые рисовые очень сильно потрескались. Но они ещё до конца не готовы. Не знаю, почему они у меня так потрескались. Хотя вроде всё делала по инструкции. Ладно, всё. Приступаем к изготовлению. Так, мои сердечки я почистила от жира. Потушила. Добавила сюда соль, перец, пиццы. И также пожарила отдельно лук. Сейчас я добавлю сюда лук. Отбиваю столовые ложки сметаны. Два зубчика чеснока. И всё плавлено на сыр получились. Куриные сердечки. В сливочном соусе. Очень приятные, кстати, мягенькие. Я уже попробовала. Действительно, он почему-то плавленный сыр у меня не растаял. Должен был растаять и превратиться в соус сырный. У меня почему-то крупинками остался. Ну ладно. В общем, у меня обеденное время. Я хочу попить чаёк с лимоном. И не выдержала. Я разрезала пасочку вот эту, которая у меня с пюре. Вот так она красиво будет. Посмотрите, как хорошо пропеклась. Конечно, отличие от новой плиты огромное просто. Здесь всё равномерно хорошо пропекается. В предыдущей моей старой плите верхушка у меня вечно горелая была. В середине всё сырое. Что бы я ни делала, бесполезно. У меня уже попробовала. Очень вкусная. Хотя, конечно, если была бы сверху посыпка и молочная какая-то, а то было бы вкуснее. Ну да ладно. Пока попробуем так попить чаёк. А это уже я оставлю. Второе тоже доставлю. Но почему-то они у меня все потрескались. Не знаю почему. Вроде бы всё ставила по рецепту. Ну ладно, я думаю, если залить это всё наливкой вот этой вот, я буду делать с творожного крема. Покажу вам тоже. То я думаю, будет всё равно красиво. Всё привело себя в порядок. Сегодня у нас на улице более-менее тепло, но пасмурно. Около 20 градусов. Ушка орёт пипец. Вот. И пойдём погуляем. Мне нужно зайти на вал перестанку, что заказала опять. И на почту посылку получить. Какая-то посылка пришла ко мне. Я даже не знаю, что это вообще. Ну, радуюсь, что там что-то больше килограмма. Может, какой-то сюрприз. Я надеюсь. А у нас Ася загуляла. Видите? Требует себе мужчину. А вот этот мужчина, у которого давно уже обрезаны кокушки, не знает, что с ней делать. Начали вчера капать ей капли, потому что она ходит и орёт постоянно. Оба! Ничего себе! Он додумался наконец-то, что с ней делать. Он не знает, как к ней поступиться. Но за шкирку хватает. Филин, ну давай удовлетвори уже её, чтобы она успокоилась. Боже мой! Боже мой! Любовный игрища молодых. Кастрированный наш кот. Не знаю, что делать с кошками. Всё? Не понравилось ей, да, Филин? Так, только в меня не вцепитесь. Злые оба. Раздражённо. Вот так она ходит с ломенями и орёт. Задирая жопу. Ася, хотунчики замучили, да? Мучили её даже в ванной окунули, искупали, она хоть полизалась в долгое время, успокоилась немножко. А так вот, ходит, орёт постоянно. Тяжко, да? Тяжко, скажем. Тяжко. И этот ещё, говорит, мужик, ни на что не способный. Не знает, что с ней делать. Ну, за шкирку хватает её исправно. Видимо, стильки остались всё-таки. Ой-ёй-ёй. Любовь на утро. Так, всё, мы вышли прогуляться с Колей. Оля, помашь ручкой. Вот, сегодня у нас тепло, пасмурно немножко. Ветра нет. Нет, хорошо. Так что гулять и гулять. Я зашла на почту, мне пришли батончики ещё. Никто даже не писал, что они придут. Я вообще очень удивилась. Тот же вот эти вот классные, вкусные, которые я уже сама заказывала на Азон один раз. Ой, боже мой. Что-то малолетки бесится. Вот, мы идём за гипсом в белую лилию. И мне ещё надо зайти за навал. Берестан, ещё кое-что пришло. Кстати, Лёне, шорты пришли ещё. Лёне, надо зайти. Смотреть, вместе глянем. Вот. Ой, как всё такое зелёное, сочное, яркое, ещё солнцем не обожжённое. Прелесть. Так, мы занесли наши покупки домой. Едем в Гипер. Мне надо ещё купить краску для яиц, я ничего так не нашла. И посыпку какую-нибудь для куличей. Ну, и погулять. Погодка пока нормальная, ещё можно погуляться, подышаться жёлтой. Ну, да, чего же классно. Слива у бабушки. Ой, у родителей цветёт. Бабушка с дедушкой называю. Персик расцвёл в полную силу. Самые любимые цепи розов. Красивые такие. Ой, пахнет красно. В следующем выходном к Паске их тут будет прям много-много. Сейчас они только-только начинают распускаться. Вот она моя коробочка сюрприз. Представили мне опять даже ничего не написали, что будут эти печенюшки я сама заказывала, показывала вам недавно. Они мне очень понравились. Такие вкусные на перекус с кофе. Просто идеально. И вот такие маршмеллоу, но они без... не особо полезные. Они, по-моему, с сахаром. И они идут как суфлешки. Клубничная начинка. Тоже, конечно, обалденно вкусные. И вот такие вот еще красные пришли батончики. Классный сюрприз. Я вообще не ожидала. Честно говоря, они даже не писали мне ничего. Эс Валберед сейчас покажу, что забрали. Так, Эс Валберед сейчас забрала вот такое вот сухое молоко. Мне нужно для того, чтобы делать налив, как это называется, господи, помадку для кулича пасхального. Там используется сухое молоко. Вот, поэтому решила взять, повторила в 1505 раз мой любимый подсластитель. Самый-самый лучший для меня. Взяла такой вот набор масочек тканью пришла немножко как коллекцию обновить. Так, масочки вот от такого бренда G-GOT. Я еще с таким брендом не знакома. и стоили вот эти все маски 300 рублей всего. Получается здесь 8 штук. 3, 4, 5, 6, 7, да, 8 штук, они все разные. Со всякими тут с лимончиком, с коллагеном, с камелией, тут еще что-то, с укрой какой-то, что ли, с медом, с улиткой, с жемчугом, и с аква белоронкой, короче. Вот такой целый комплект круто. Так, и сына все-таки выбрала вот такие шорты и нашла двенцевых на валберес нормальных. Каких хотела, может, потом попозже еще найду. Обычные такие. Стоили 600 рублей. Такие вот шортики бирюзовый, белый, хб 100% крупный. Обычные такие хб-шки. Здесь кармашки по бокам. Они как бриджи такие удлиненные. Пойдет сын, я думаю, под анатонную майку, чтобы в прошлый раз сделала, будет смотреться доброе на рай. Так, то мы нагулялись. Очень классно, а что гиболят часа три наверное, а то и больше. Сейчас я буду делать глазурь на моей пасочке. У меня получилось три штучки. Я, возможно, еще сделаю во вторник. Правда, они не сильно, конечно, что поднялись у меня. Ну ладно. Значит, для этого нужно творог мягкий, сухое молоко и подсластитель. Надо смешать 30 грамм творога мягкого, добавить постепенно сухое молоко с подсластителем и поставить на 15 минут в холодильник. Она загустеет и потом уже смазать пасочке. намазала уже свою глазурь на пасочке на кулической. Из посыпки ничего толком не нашла, все уже разобрали. Нашла только вот цветную мякоть кокоса в магните. Поэтому буду посыпать ею хотя бы. Все равно будет симпатично, я думаю. Вот такая вот у меня получилась красота. В этом году у меня вот такие первые пасочки. Надо будет еще для сына напечь. Такие вот красивые пасочки у меня получились. Много кукурузной муки прям чувствуется. Они такие оранжевые. Оно вкусненькие. Вот и сделала маникюр. кстати, прикольно получилось. Сиреневый французский маникюр и один ноготь чисто сиреневый. Класс. Наконец-то мои ногти стали длинные. Обожаю это. Так, а у нас пятничный вечер. И я буду сейчас красить. Я купила вот такой вот наборчик коралловое сияние. в этом году решила сделать вот такие вот красивые с перламутром. Что такое? Аська, что случилось? Что ты выпишешь? И тут выпекаются мои творожные пасочки. Как обычно в пышном варианте. Ай, горячие. Я уже выключила, они мне уже практически дошли. Вот. Это у нас я смотрю кстати свой турецкий сериал постучи с моей дверь. И тут получается ампулы. Яйца уже сварились. У меня уже остыли. Они более-менее. И сейчас приступлю к изготовлению. Так, набори тут у нас такие вот ну да, перчатки. И такие же как в том году. Капелламутровые получаются. а я начинаю отмечать пятничный вечер. Нарезала с пиратного сыра, груши и налила баканчик и налила. Значит вот эту вот фигню никогда-никогда не берите. Совершенная гадость. Вот такие вот пакетики какой-то сухой непонятной пересохшей краски, которая еле-еле выдавливает с трубочкой вылазит. Кое-как я в общем покрасила эти яйца. Бочу у нас в принципе неплохо. Действительно перламутровые такие. Но в основном здесь только сиреневые и розовые цвета. В принципе как нарисовано. И вот немножко еще оранжевая была. Сделала вот такой натюрморт. Мама дала сегодня пасочку для Лени на утро без изюма. Он любит. Правда она была свежая. В пакете у меня она немножко смялась. В принципе получилось неплохо. Тут Ленина доска для выжигания никак не уберу. и вот такой небольшой пасхальный натюрморт. Вот такие у меня получились пасочки которые я вчера делала творожные. В этот раз они очень хорошо пропеклись. Такие вот красивые изюма много получилось. И сделала я из творожного крема верхушку. Поэтому получилась она такая пышная красивая. Вот сейчас пару яичек съем. В общем у нас параличек съем сейчас и буду собираться на тренировку. В 11 у меня тренировка. Буду вкуснее пить. Так ну немножко отпустых баночка. Закончилась у меня вот такой вот крем от опью из леколевой кислотой. Стараюсь добивать все свои средства с кислотами которые у меня есть открытые на данный момент уже давно. Мне он понравился. Я его использовала и точно на воспаление. Здесь хороший процент кислот кстати. Стоит он конечно не бюджетно. Покупала его в подружке. Помню когда мы были в Москве. Также наносила его на пигментные пятна. Не забивал поры. Не шелушилась от него кожа. Не было никаких покраснений. Но мне кажется что пощипывание легкое было. Но мне кажется что он хорошо работал. Липкости не оставлял. Понравился. Так и вот такой вот крем подошел к концу. Это крем концентрат для зрелой кожи лица. Тонус и подтяжка от Jurassic Spa. У него был очень приятный аромат. Пах он выпечкой. Какой-то кондитерской печеньками. Он был такой кремового цвета. У него удобная помпа дозатор была. Хорошо питал увлажнял. Не оставлял липкости. Мне кажется что действительно какой-то лифтинг подтяжка была. Может быть даже зрительное уменьшение морщин. В целом неплохо. Понравился. И я его использовала в комплекте с этой сывороткой филером от Cleona Anti-Age с Matrix Sila. И мне кажется что если использовать ее регулярно на морщинке то они становятся действительно меньше. Сыворотка сама по себе такая гелево кремовая. Удобная помпа дозатор здесь была. Хорошая мне понравилась. Еще одна сыворотка подошла к концу. Hard Infact такая вот. Но она была с неоцинамидом ретинолом такая более питательная густая. Единственное минус что она забивалась сюда в пипетку и очень сложно ее было туда выводить. Приходилось стучать бить. Как будто крем был. А не сыворотка совсем загустела. Очень быстро у меня. Но в целом не плохая тоже питала увлажняла хорошо. Но из-за того что на таком дозаторе как-то не очень удобно пользоваться было. И вот такой от Faberlic сыворотка для роста ресницы. Мне она понравилась. Часто ее беру очень. Использую на брови. Брови становятся гуще. На ресницы они меньше выпадают. Становятся более крепкими. Поэтому буду повторять обязательно уже не знаю какая третья или четвертая по счету.